Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Это видео я снимаю как второй отчет по проделанной работе по набору от Нова Слобода Папоротник. Первую часть, ссылочку я оставлю наверху в правом углу, можете посмотреть, кто не видел. История этой работы, она довольно-таки долгая. Да, начала я вышивать ее еще до Нового года, но забросила этот проект больше, чем на полгода. И расскажу, что для этого было несколько причин. Во-первых, мне неудобно было вышивать на руках. Это пробковая основа. И на руках как бы очень, ну как сказать, довольно-таки большой лист. Я не знаю, сколько это работа, наверное, где-то 30 на 40, может чуть поменьше. И как-то он у меня загибался, он довольно-таки плотный, на флизелине, и рвался по краям, и все это дело мне не нравилось. И я вышила тамбурный шов, который используется в этой работе. Сделала где-то одну четвертую часть петли в прикреп, это то, чем вышиваются листочки этого папоротника. И как-то мне стало некомфортно. Но спасибо большое Верочке Коминовой. Она до этого вышивала тоже на пробковой основе от Нова Слободы сову. И она мне подсказала, что в принципе можно эту ткань, ну не ткань, эту основу заправить в Куснапу. В общем, что я и сделала. Получились некие заломы, но работа в принципе пошла довольно-таки быстрее. Заломы, причем хочу сказать сразу, что совершенно легко все разглаживается утюгом. Просто через тоненькое полотенчико там кухонное брала. Утюгом прекрасно эта пробка выгладилась. И полгода как бы меня не тянуло на эту работу. Почему? Потому что здесь всего три цвета ниточек используются. Темно-коричневый, коричневый и зеленый. И вот эти вот однотонные стежки одним цветом нитки, они несколько меня напрягали. Результатом я очень довольна, но самой работой, самим продвижением не очень довольна. Все-таки, когда мы вышиваем крестиком, у нас там меняются цвета, ты там меняешь ниточки, да, у тебя какая-то картинка там вырисовывается. А здесь, я не знаю, сколько здесь этих петель в прикреп лэйзи-дэйзи я не считала, но очень много. И вот именно эта монотонность одного тона, одного цвета и одних и тех же стежков, она, честно говоря, напрягает. Ну и где-то обратилась я к этой работе, может быть, в середине апреля. Тогда я вышила один лист полностью, вот этот вот первый. Вот. А потом, опять я ее не трогала месяца два, и как-то в один прекрасный вечер, сев, посмотрев сериал, я доделала все эти стежки. Причем, эта работа, она все время мозолила мне глаза на протяжении этого полугода. То есть, я ее поставила специально в зоне видимости, и думаю, может, у меня совесть проснется, и я все-таки начну ее вышивать. Но как-то не сложилось, не хотелось, вот прям не тянуло, не знаю, что меня от нее отворачивало. Но в любом случае, работа готова, результатом я довольна. Я сделала оформление, но это оформление мне не очень нравится. То есть, то, как я видела эту работу в дальнейшем, оно не совпадает с тем, что я получила в результате. Я заказала простую сосновую раму, не окрашенную, ничем не покрытую, и заморила ее морилкой, и сделала эффект небольшой такой состаривания. Но это состаривание из структуры самой сосны у меня не очень получилось. Я попробую вам сейчас показать поближе, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вот смотрите, видите, вот такие вот небольшие точечки, черевоточинки. Это я делала по мастер-классу мужа Жени Ростовцевой. Мне очень понравилось, он там делал рамочки Жени, и мне очень понравилось, как смотрелись рамы. Но те рамы были из бука, а это все-таки сосна. Сосна довольно-таки мягкий материал, и, соответственно, у меня не совсем то получилось, что я хотела. Вообще, в идеале я вижу эту картину в раме из дерева, которое было довольно-таки долго подвержено атмосферным осадкам. То есть вымоченное такое дерево с такой конкретно выраженной структурой. Но пока я не нашла таких досочек, и рамки у меня такой нет. Но, в принципе, и так неплохо. Первоначально она была, эта рама, чуть посветлее, потому что когда покрываешь морилкой, и она высыхает, становится светлее. То есть вначале мне казалось, что она нормальная такая, темненькая, красивая, она высыхала, становилась светлее. Я выставляла эту работу в Инстаграм, и девочке, в частности Лена Цвета, она мне сказала, хочется темнее. В общем, мне тоже хотелось темнее, и вообще хотелось несколько другого. Но пока повисит так, а потом со временем, когда я найду то, что я хочу, наверное, я ее переоформлю. То есть в целом, работой результатом я довольна, но стала бы я такое вышивать во второй раз, я думаю, вряд ли. То есть одного раза вполне достаточно. Спасибо вам большое за внимание, что посмотрели этот ролик, послушали все мои высказывания по поводу этой работы. До новых видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok